Анализ дорожной ситуации в районе показывает, что некоторых дорожно-транспортных происшествий и их тяжелых последствий можно было избежать, если своевременно выполнять простые меры безопасности. В ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД проверяли, как водители соблюдают правила дорожного движения. Инспекторы выявляли нарушителей и привлекали их к ответственности. Подробности смотрите в материале Ларисы Вольновой. В течение 2014 года управлением ГИБДД Главного управления МВД России по Московской области будут проводиться профилактические мероприятия под названием «Детское кресло». Проверки водительского состава, направленные на популяризацию использования детских удерживающих устройств, уже начались. Их необходимость вызвана большим количеством ДТП, в которых страдают дети. На днях и сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому району провели рейд на территории развлекательного комплекса «Вегас» с целью проверить, насколько водители соблюдают правила дорожного движения. На территории только нашего Ленинского района в прошлом году совершено 7 ДТП с участием детей. Из них 2 ДТП, в которых были дети в качестве пассажиров. К счастью, серьезных травм они не получили, поскольку были в детских удерживающих устройствах. Еще раз призываю всех родителей в обязательном порядке не пренебрегать столь необходимой вещью, как детское удерживающее кресло. Перевозку юных пассажиров в возрасте до 12 лет следует производить в специальном детском удерживающем устройстве, пристегнутом ремнями безопасности. Элементарное нарушение этих правил может привести к неблагоприятным последствиям. Когда маленькие участники дорожного движения, пассажиры, сидят на переднем пассажирском сидении в возрасте до 12 лет. Вторая ошибка родителей, когда они допускают ребенка в автомобиле, сидящем в середине, на заднем пассажирском сидении, не пристегнутом. Потому что в момент резкого торможения ребенок может через лобовое стекло вылететь из автомобиля. Еще что может быть. Наши мамочки, в основном, когда детишки в возрасте дошкольном, стараются ребят возить на коленях. В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверили 87 водителей. В 22 автомобилях находились дети разного возраста. Приятно отметить, что нарушений при перевозке данной категории пассажиров выявлено не было. Все родители серьезно относятся к своим обязанностям. Я считаю, что это очень важно. У меня есть случаи, когда кресла помогали при аварии детям. То есть были знакомы. Были аварии, вот две аварии, когда дети были пристегнуты. И это помогло. Правильное решение – смотреть за правильность перевозки пассажиров. Любых, не только детей. А вы соблюдаете правила дорожного движения? Стараюсь. Для привлечения внимания к безопасности детей важно не только выявлять правонарушения, но и проводить профилактическую работу с участниками дорожного движения. Сотрудники ГИБДД в ходе проверок водителей проводили разъяснительную работу, а также раздавали листовки обращения к родителям, памятки об использовании детских удерживающих устройств, наклейки на автомобиль «маленький большой пассажир» и светоотражающие значки, обеспечивающие безопасность маленьким пешеходам. В будущем подобные мероприятия планируется проводить регулярно. Жизнь и здоровье ребёнка – вот основные понятия, которыми должен руководствоваться каждый водитель, осуществляющий перевозку детей.